Всем привет! Сегодня поговорим о бесконтактном индикаторе напряжения. Расскажу зачем он нужен, покажу принцип работы и научу им пользоваться. Итак, начнем. Такой индикатор правильно называется бесконтактный тестер напряжения. Из-за огромного количества функций, многие называют его продвинутый тестер. Функционал у него действительно огромный, около 10 функций. Такой тестер очень похож на модель вот такого индикатора. Кому интересно, на канале есть подробный видео обзор этой модели. Этот индикатор является улучшенным вариантом, но по своим функциям они практически одинаковые. Отличается он только наличием переключателя, который настраивает чувствительность инструмента. Еще в нем установлен звуковой датчик и есть несколько режимов работы. О них я расскажу чуть позже. Несмотря на то, что тестер называется бесконтактным, использовать его можно как контактным способом, так и бесконтактным. Повторюсь, функции и возможности такие же, как у этой модели. Если посмотреть, то у них даже цена примерно одинаковая. Но тут хочу обратить внимание, что я рассматриваю самую дешевую и примитивную модель из всех вариантов. Если цена будет выше, то возможностей и функций тоже будет больше. К примеру, может быть подсветка, дисплей, амперметр и так далее. Но принцип работы и устройства будут всегда одинаковые. Внутри установлен резистор, который создает сопротивление, то есть делает проходящий ток безопасным для человека. Транзистор, который увеличивает чувствительность. Также стоят датчики, это светодиод и динамик. И автономный источник питания, как правило это круглые или пальчиковые батарейки. Такие комплектующие установлены во всех, без исключения подобных моделях. Ну и принцип работы у них такой же, как у обычного индикатора с батарейками. Если вам интересно узнать более подробно о принципах работы, то можете посмотреть вот это видео. В нем я все подробно показываю и объясняю. Ролик есть на канале, также ссылка на видео есть в описании. Теперь давайте объясню, как им пользоваться и покажу, какие функции есть у этой модели. Начнем с режимов. У этого индикатора три режима работы. На переключателе есть три английские буквы. H, L и O. Пойдем по порядку. Первый режим O. Он называется контактный, то есть щупом нужно напрямую коснуться элемента, который находится под напряжением. Первое измерение, которое мы сделаем, это определим фазу и ноль. Для этого нужно просто прикоснуться кончиком жала к источнику питания, провод или розетка. Если лампочка загорелась, значит это фаза. Если светодиод не загорелся, значит провод без напряжения. Соответственно это ноль. Еще в этом режиме можно проверить целостность различных проводников, предохранителей, диодов и ламп накаливания. Я покажу на примере с лампочкой. Чтобы узнать, рабочая она или нет, нужно зажать вот эту пластину на индикаторе и жалом прикоснуться к одному контакту. Ко второму контакту необходимо просто прикоснуться рукой. Если изделие исправно, то светодиод загорится. Если индикатор не загорелся, значит эту лампочку можно выбросить, она не рабочая. Точно таким же способом проверяются предохранители, диоды и различные проводники. Такие измерения возможны благодаря функции прозвонка цепи. То есть, когда я касаюсь пластины на корпусе и жала, возникает цепь, которую индикатор видит как замкнутую. Включая последовательно в эту цепь элементы для прозвонки, мы определяем целостность или обрыв цепи. Следовательно, прозвонка цепи это еще одна полезная функция этого инструмента. Двигаемся дальше. Следующий режим L. Этот режим называется бесконтактный. То есть, провода с жалом касаться не нужно. Индикатор в таком режиме работает не напрямую с электрическим током, а с магнитным полем. Объясню подробнее. Смотрите. Когда в проводнике есть напряжение или ток, вокруг него образовывается магнитное поле. Можно сказать, что индикатор работает как металлоискатель. Только вместо металла он реагирует на напряжение и ток. Точнее на магнитное поле вокруг него. Исходя из этого, чем сильнее напряжение или ток, тем выше вероятность его обнаружить. Соответственно, если проводник без напряжения, то индикатор такие провода просто не увидит. Благодаря такой функции мы можем обнаружить даже скрытую проводку. Например, в полах или в стене под штукатуркой. Глубина пояска, кстати, примерно 5 см. Ну, максимум 10 см. Теперь давайте покажу, как это работает. Для работы в таком режиме колпачок снимать не обязательно. Мы также, как и в первом случае, зажимаем пластину на корпусе. И просто подносим инструмент к проводу с напряжением. В бесконтактном режиме вместо красной лампочки всегда загорается зеленый светодиод. Плюс срабатывает звуковой датчик. Если провод без напряжения, индикатор просто никак не реагирует. Здесь хочу обратить внимание, если в проводнике есть остаточный заряд, индикатор может его не увидеть. Это нужно запомнить. У меня в квартире провода в стене идут под углом примерно 45 градусов. Сейчас свет включен, то есть по проводу течет ток. Если поднести индикатор, то видите, что провода вон эти находит, потому что по проводу течет ток. Если я выключу свет, то провода обесточены. Соответственно, магнитного поля нет, индикатор не работает. Очень удобно, если хотите повесить какие-то полки, ящики, чтобы не попасть в кабель. Также благодаря беспроводному поиску можно обнаружить обрыв провода. Представим, что у нас есть переноска 50 метров. Она не работает, потому что какая-то жила перебита. Нам необходимо ее починить. Чтобы определить, какая точно жила перебита, мы используем функцию прозвонка цепи. Как это делается, вы можете посмотреть вот в этом видео. Принцип абсолютно такой же. После того, как мы нашли оборванную жилу, ее нужно соединить с фазой. В результате, после подключения, напряжение образует вокруг себя магнитное поле. Мы индикатором ведем вдоль провода, и он светится. И именно в месте, где провод оборван, он перестает светиться. Тут стоит обратить внимание, что место обрыва индикатор находит очень точно. Двигаемся дальше. Третий режим – H. Этот режим называется бесконтактный усиленный. Принцип работы абсолютно такой же, как и во втором режиме. Отличается он только тем, что у него высокая чувствительность. Чувствительность настолько сильная, что способна даже улавливать рентгеновское излучение, которое, например, есть у экранов телевизора или ноутбука. Смотрите, если поднести индикатор к монитору, он срабатывает на расстоянии примерно 30 см. Это значит, что излучение, которое будет ближе, уже опасно для здоровья. Соответственно, чувствительность поиска напряжения или тока тоже очень высокая. Но если зажать вот этот контакт на корпусе, то чувствительность станет еще выше. Если в первый раз индикатор срабатывал на расстоянии 30 см, то сейчас это примерно уже 45 см. Принцип работы в третьем режиме точно такой же, как и во втором. Разница только в чувствительности. Ну и давайте подытожим. По сути, этот индикатор ничем не отличается вот от этого. Цена у них тоже примерно одинаковая. Но если стоит вопрос, какой выбрать, я бы купил вот такой. Для домашних задач самое оно. Вообще, я считаю, что индикатор должен быть в каждом доме. Потому что все вокруг нас окружено электричеством и электроприборами. Стоит копейки, простой в использовании и не занимает много места. Вещь действительно очень полезная и нужная. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. И да, чуть не забыл. При работе с электричеством соблюдайте правила безопасности. Как говорится, электричество может поджарить ваш ужин. Но оно также может поджарить и вас. Поэтому будьте внимательны. Всем пока.